вредные кредиты. Рисунок к статье. Первый вице-премьер Игорь Шувалов не хочет мириться с коррумпированными судами. В фото РИА новости на дешевые кредиты предпринимателям и гражданам надеяться не стоит. Именно так можно было понять вчерашнее заявление главы Центробанка, ЦБ, Эльвиры Набиулиной на биржевом форуме в Москве. Она рассказала об опасностях долгового финансирования и экономического роста. И о том, что кредитная нагрузка может стать тормозом для развития отраслей, а вовсе не стимулом. В свою очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов на том же форуме заявил, что самое главное для экономики сегодня – это справедливое правосудие. Долговое бремя скорее тормозит развитие отраслей, чем становится стимулом для наращивания инвестиций. С таким предупреждением выступила на вчерашнем биржевом форуме глава ЦБ Эльвира Набиулина. В последнее время я вижу дискуссии, в основном спад инвестиций все связывают с высокой процентной ставкой. Действительно, доступность кредитов для инвестиционного финансирования и экономики очень важна, минус цитирует Набиулину Интерфакс. Но если посмотрим по отраслям, выясняется, что чрезмерная долговая нагрузка может быть не только стимулом развития инвестиций, но и тормозом. И нужно думать о других способах финансирования. Долговое финансирование экономического роста, на мой взгляд, имеет свои пределы. По данным ЦБ, доля банковских кредитов в ВВП достигает сейчас почти 58%. Правда, Набиулина, похоже, опиралась в своих рассуждениях на ложный тезис. Вряд ли кто-то в экономике связывает длящийся несколько лет подряд спад инвестиций с тем, что Центробанк в декабре прошлого года удивил участников рынка, резко подняв ключевую ставку сразу до 17% годовых. Впервые после кризиса 2008-2009 годов официальная статистика зафиксировала спад инвестиций в 2013. Он составил по итогам года 0,3%. По итогам 2014 спад уже был, по оценке Ростата, 2,5%. То есть не ставка ЦБ спровоцировала инвестиционное сокращение, однако она, конечно, усугубила ситуацию. Как бы то ни было, очевидно, что, рассказывая об опасностях кредитования экономики, Набиулина тем самым давала понять, не стоит надеяться на существенное снижение ключевой ставки. К такому выводу приходят и опрошенные НГЭксперты. На мой взгляд, риторика главы Центробанка направлена на то, чтобы сигнализировать бизнесу, ключевая ставка еще долго будет оставаться высокой, минус говорит директор по инвестициям QB Finance Дмитрий Лепешкин. Это похоже на риторику, например, руководство Федеральной резервной системы США, которое еле заметными намеками дает сигналы участникам финансовых рынков о дальнейшей монетарной политике в стране. Глава Центробанка Эльвира Набиулина озабочена долговым бременем промышленных отраслей. Фото Reuters в ЦБ обеспокоены судьбой еще одного источника финансирования экономического роста – пенсионных накоплений. Обязательная пенсионная накопительная система имеет критическое значение для того, чтобы в стране был рынок капитала, чтобы были длинные деньги, минус заявила Набиулина. Долгосрочные формы организованных сбережений граждан – принципиальный ресурс. Как не раз подчеркивали в ЦБ, особенно важным этот источник финансирования становится в условиях санкционных ограничений и дефицита иностранных инвестиций. Напомним, ЦБ в числе противников отмены обязательного накопительного компонента пенсий. Некоторые эксперты, однако, считают, что надежды на инвестиционный потенциал пенсионных накоплений мало оправданы. Долговое финансирование совершенно безопасно при условии, что соблюдены все необходимые требования к чистоте компании и ее финансовым активам. Все риски, о которых хотел бы сказать ЦБ, давно известны – модель работала и работает. Альтернативы ей почти нет. Любые манипуляции с пенсионными сбережениями россиян в данном контексте смотрятся просто авантюрой, за которую, в случае чего, заплатят население, минус говорит старший аналитик Альпариана Бодрова. Хотя стоит уточнить, что, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в ряде отраслей действительно растет не только долговая нагрузка, но и просроченная задолженность. Так, в феврале этого года наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли, сельском хозяйстве и некоторых сферах машиностроения. Уже хрестоматийная истина, чтобы обеспечить экономический и инвестиционный рост, в России нужно провести структурные реформы и прежде всего реформу госуправления. Об этом, в частности, на вчерашнем форуме говорил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, как показал международный опыт, реформа госуправления способны за 12-18 месяцев увеличить экономический рост до 1,5% пункта. Без реформы государственного управления, на мой взгляд, проводить какие-то другие реформы просто не нужно. Нельзя говорить, что мы в состоянии использовать кризис для чего-то, если у нас нет базиса, если у нас нет реформы государственного управления, минус пояснил Греф. Первый вице-премьер Игорь Шувалов вчера сообщил, что с учетом политического цикла у правительства есть год-полтора для активного проведения структурных реформ. Как говорит Шувалов, у представителей рынка есть запрос на изменения, власть на это отвечает множеством законодательных новаций, и все кончается тем, что участники рынка жалуются на сумятицу и просят дать им время адаптироваться. Вывод. Конечно, нужно работать по структурным преобразованиям, но не нужно создавать кучу всего, минус пояснил Шувалов и добавил, что надо сконцентрироваться на нескольких приоритетных направлениях. Самое главное сейчас направление, это, по мнению Шувалова, выстраивание справедливого правосудия. Правда, как можно было понять из его заявления, в проблемах с правосудием сейчас виноваты не столько власти, сколько сами предприниматели. Я не думаю, что это задача, которую может решить только президент. Это и президент, и законодатель, и общество в целом, мы вообще больше не должны мириться с тем, что либо предприниматели могут коррумпировать судебную систему, либо административное давление предприятий для соответствующего решения, минус сказал Шувалов. Вызов номер один сегодня, это способность добиться справедливого судебного решения и вообще, чтобы правоохранительная система относилась справедливо к нашим гражданам.